Впервые, честно говоря, такая встреча доктора экономических наук, профессора Ак-Аклубеку Сюмбековича с профессорской преподавательским составом. Эта огромная честь выпала в медицинской академии. Впервые послушать лекцию профессора. Сегодня к нам подключаются не только студенты-преподаватели КГА, но и на онлайн-связи. У нас Джалабадский университет, Баткенский университет, там весь ППС и студенты. Получается, что тысячи-тысячи студентов сейчас будут слушать вашу лекцию. Поэтому я хотела бы, в первую очередь, сказать вам слова признательности и поблагодарить, что вы из всего такого большого графика нашли время для того, чтобы сегодня прийти и дать нам вот эту лекцию. Спасибо. Разрешите слово предоставить для лекции вам, Аклубеку Сюмбековича. Продолжение следует... 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 Найдите мне врача, который хочет, чтобы ему обмануть ухудшился. Кончайте, кидайте в тюрьму. Врачи, не пользуйтесь. Квалитарные ординаты, которые я услышал, постараемся решить, сколько на расчетах вы дадите и по врачам тоже. Что касается врачейных ошибок, если это делается так, бескорыстно, мы тоже ошибаемся. Немаем какие-то постановления, но есть 7-минутный для себя выгод. А вот когда 3-летняя девочка ради денег, ее там куда-сюда посылают, потом она оказывается здесь в клинике. Родители не знают, вот эти все процедуры все нарушены. Как это можно говорить? Говорят, веселяющий газ. У родителей забрали девочку здоровью. А в зале и кетанала на другим вели. То есть, они лет запрещены вам законы. Значит, двойщиков, тройщиков не должно быть здесь, в мире с виду. Те, которые только хорошо и отлично учатся. Или те, которые 5-10 лет, пускай тогда проводят специальные практические занятия. Вот им прощения нет. Которые ради денег, которые пожертвуют жизнью других. Я знаю, вот 99% врачей, которые сами пожертвуют. Ради того, чтобы больной выжить. Ни за деньги, ни за что. Просто за то, чтобы спасти. Это ваша призвание. Но появляется целый слой людей, которые хотят заработать на этом деньги, не отвечая ни за что. Вот эти вот дороги должны перекрыть. Вот такая задача Анатолий Павловича поставила. Ради красоты. Откачивают джет. 5-8 тысяч долларов берут. И 40-летняя женщина, здоровая мать детей умирает. Из-за того, что якобы не заметили и проткнули дальше. Беремные дети умирает. Таких нельзя же позволить. Или элементарные вещи в парафоне. Сколько было смертей младенцев и детей. Потому что санитарная станция не проверяет. Вирусы там. Халатность. Вот этих вы не должны допускать. Потому что, как Виталий Павлович сказал, Бог нас создал один раз. Чего вы? Мы все верующие. Мы надеемся, что еще жизнь будет в районе, в воду. Но мы-то приходим один раз на эту грешную землю. И вы последние, кто можете решить. Или от пути правильный мир, или здесь остаться. И здесь ошибок. На право на ошибку у вас нет. Здесь давайте всю систему оплатим так, чтобы никого не сажать, ничего не делать. На операции «Миллион джон лунатор». В Куланкушкан, Баргере, Виталий Мамутович, Кирорад, Вайке, Альвы, Журман. Баргер, Сарад, Левороз. Без претензий, он вважен. Потому что мы знаем, что вы 100-200% делаете все, что вы. Но когда молодая девочка, которая вообще открыла фирму, родственники, все повязанные, не специалисты в этом направлении. И в такой трагичный случай, это же трагедия целого народа. Народ кто? Это семья, это каждый человек из него составит наше общество. Поэтому давайте здесь мы не будем искать далеко усиление. Мы создадим вам и вечернюю базу. По аренде, я понял, государственный медицинский институт будет освобожден от всех видов аренде. Ура! Полный. Все, как право, будут создавать свои базы. Я просил Алана Катацевича, чтобы сейчас наоборот в арктехах, сейчас вывел оттуда все шабашки на конторы. Мы сейчас кушаем базов и вообще всех вещей, там где 90% мел в красивом упаковке, больше, чем хлеб. На 17,5 миллиардов самов сейчас люди покупают и кушают. Это только у нас можно все лекарства купить, без никаких рецептов. Здесь будут наводиться порядки. И в этом направлении давайте вместе с вами мы отработаем. По искусственному интеллекту, наверное, трудно заведеть человека, но он идет по Китарту, он здесь, рядом с нами, поэтому все, что сказал Виталий Павлович, это правильно. Я не верю, что искусственный интеллект сам по себе разовьется, развиться и сможет заменить человека. Он должен оставаться инструментом для пользы человечества. Вот в этом направлении, конечно, мы вместе с вами должны думать. А так, хочу еще раз вам сказать, что главная задача, которая сформулирована президентом страны перед нами, это чтобы у нас была конкурентоспособная страна. В первую очередь конкурентоспособные люди. Человеческий капитал по главу влагу ставится. Мы первые три года сделали все возможное максимально. В прошлом году 100 школ построили до первого января. В этом году 205 школ завершали. Но у нас 150-170 тысяч человек на дентрожитая. Все школы старые. Ну так получилось, я же говорю. Если рассказывать, какую страну мы получили, это и трех домов не хватит. Я говорю, премьер-министр уважаемого Арифа в Узбекистане, по пятницам надо ходить и молиться, и слава богу Гаримовичу, Гаримовичу. Он ни одну больницу не разрушил, ни один операционный. Он все новое построил, и все старые работают, и новые работают. У нас в каком состоянии мы получили? Вот в этом году мы три капсулы будем закладывать. Рядом с вами новая строится. Вот три года у нас максимально ушло внимание именно на образование. Когда в одном классе 50-60 человек сидят, это очень-очень трудно. Но посекретно сейчас мы будем проворачиваться из здравоохранения. Мы дали возможность поручения. Я вам готов за ретингию, еще и Байзалу я предлагал, и министр финансовый. Мы готовы дать доступ ко всем финансовым ресурсам, если, в том числе, мед. институт найдет такое финансирование, мы даем государственные органы, которые проценты взять на себя и модернизировать эти вещи. Вот с первых уровней, кто перешел на полную самостоятельность, это как раз и Казахстанинский государственный медицинский институт. Я думаю, у вас еще больше возможностей появится зарабатывать и поддерживать свой правоохранительский состав. Но, надеюсь, образование, оно должно вернуться к 85-му году. Почему я об этом говорю? Я когда читал лекции в Москве, в любую больницу зайдешь, там написано, заканчивал Торуцкая дистанция, не хватает врачей. Кто закончил КГМИ 1985 года без конкурса? То есть, вот, наверное, это было действительно качественное, очень хорошее образование, что даже в Москве без конкурса берут всех врачей. Я читал лекцию в 2010-м, в 2015-е годы, и там видел вот это объявление. Надеюсь, что это объявление появится и во многих других республиках, государствах, с тем, чтобы вы могли сказать, кто закончил КГМИ 1985 года, государственные конкурсы принимаем на всех работах. Но перейти в очень много работы. Есть 19 административных работников в любой районе больницы, но нет хирурга. 19 административных работников есть, главврач, два замглавврача есть, главный бухгалтер есть, там, экономист, в общем, кого только нету, да? Хирурга нет. Вот эту проблему сейчас решает АЛКДП. Мы идем к нему навстречу, будем делать все возможное и невозможное. Но, кстати, играть все 300 лечебных утверждений по фирмам, по идеям, стандартам, взятка, это возможно. Но в 20 городах мы построим самые современные клиники. С тем, чтобы люди могли приехать и получить квалифицированную медицинскую помощь любого уровня. Вот таких 20 больниц в ближайшие 5 лет АЛКДП должен построить, оснастить самыми современными оборудованиями, связать его с искусственным интеллектом. Я вот в прошлом году попросил, в этом году у нас государственный компьютерный томок, как вы появились. Мы сейчас шифруем, отправляем. Искусственный интеллект ставит диагноз. Из миллиона снимков он выбирает тот диагноз, который нужно отправлять. Конечно, врач решает, в конце концов, какой диагноз поставит, какой метод лечения сделать. Но он помогает. 92-94% искусственный интеллект дает правильный диагноз. Вот такая сейчас сегодня логика. Если его правильно использовать, я думаю, мы могли бы далеко продвигаться именно в лечении. А так, думаю, что у Кыргызстана достаточно очень большое будущее. Я прошу, уважаемые, Сады Дмитриевич, обеспечить нам политическую стабильность. Народ у нас прекрасный, образованный. Мы с прошлым не боремся, не деремся. Когда в России или мои коллеги из России к нам приезжают, белорусы, все они удивляются, казаки. У нас Владимир Челябин как стоял, так и стоит. Он показывал на гору, сейчас показывает на наше правительство. Все поменяли, что в Великой Отечественной войне стоят. У нас 23 февраля осталось. В России не осталось. У нас есть 23 февраля. Праздник мужчин, как это у нас. Кто-то должен тоже поздравлять. 8 марта у нас осталось, 1 мая, у нас даже 7 ноября осталось красным числом. Но ведь все праздники были, мы же не согранились, что там заходят и выкидывают из истории. Они пускай остаются, мы у них объяснение не будем. Но перед ним у нас должен быть один народ наш, который должен владеть. Потому что на государстве сейчас делаем очень большую ставку. Информационное пространство таково, что, к сожалению, даже внуки тоже говорят на русском языке. Наше поколение, оно само по себе. Только на нас мы и говорили, что пролиться во власть, в науке чего-нибудь достичь надо было. До моего поколения, все женились на русских, на гражданах, татарской национальности. Сейчас... Я сейчас мысль закончу. По государственному языку мы сейчас купили самый современный компьютер. Туда загружаем всю информацию, всю историю, про нашу культуру, все наши научные изыскания. И сейчас заполнители еще два компьютера покупаем. Компания «Инвидия», самые скоростные в общем мире. И вот эти три-четыре компьютера будут нацелены на то, чтобы создать информационное пространство на государственном месте. По... хозяин «Инвидия», недавно выражаемый президент в Эмиратах, участвовал на заседании глав правительства государственного мира. И там он выступил и сказал, что в 2008-2028 году уже искусственный интеллект будут полностью заменить человека в области подготовки документов, каких-либо. То есть очень многие чиновники могут просто остаться не в уделах. Многие же... Вот как мы сейчас работаем? Мы обозначаем. Они ищут историю вопроса, проблему, пути решения, заходят к нам, получают разрешение. Мы отдаем это на дальнейшую проработку. На все это уходит полтора-две минуты. Вот искусственный интеллект, вот так он может полностью завосятся. И плюс, если любой человек напишет сценарий, фильм он может сам снять. Это в 2028 году. Он полностью снимает, все твои идеи, фильмы делят. А в 2026 году, в чате 5, я думаю, он будет договорить и на Крымском, договорились полностью. Сейчас мы над этим работаем. Газовственный язык, конечно, мы все должны знать. У нас одна земля, один народ, пара бездережья в рукавах, поста желающих эстеректу, так получается его. Здесь мы не нужны оперативные и заражения, не нужны ambulance YouTube, здесь, там как Германии, с Yesterday, наши с несчастливы, германии. Это все другие, которые пересет lung, удачные операции, Мы не знаем, что мы не знаем, что мы не знаем. Продолжение следует...